Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Ирина Караман. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Новости на канале ГРТ. 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 чтобы, в первую очередь, охватить и пенсионеров, которые приезжают. Именно поликлиника – это агентство госуслуг, чтобы документы себе делать в больнице. Вот это три основные, где большой поток людей. В общественной организации «Наш», которая и запустила несколько лет назад социальный транспорт, рассказали о том, каких рейсов запрет Анта не коснулся. В Камраде курсируют два социальных транспорта. Это получается по улице Шевченко. Ездят они в сторону кладбища и больницы. Также курсируют автобус Капчак-Казаклия-Чадерлунга и Этулия-Чешмикёй-Вулканишка. По словам основателя общественной организации Виктора Петрова, сотрудники Анта не предоставили никаких документов, подтверждающих нарушения. Автобус останавливает Анта с сотрудниками полиции, изымаются номера и пишется протокол изъятия. Но водителю не даётся протокол, на каком основании. Вот вы видели такое? То есть это нарушение прямых своих должностных обязанностей сотрудники. Они превышают свои должностные обязанности. Они нарушают закон. Мы попытались получить официальный комментарий Национального агентства автомобильного транспорта по телефону, указанному на официальном сайте, но на наши звонки никто не ответил. В Гагаузии начался сезон сбора ранних сортов черешни, вишни и абрикоса. В этом году, несмотря на погодные условия, засуху и дожди во время созревания, урожай не удался. На одном из сельхозпредприятий побывал наш корреспондент. Сельхозпредприятие семьи Кольчих с 2000 года обрабатывает около 25 гектаров пашни. Несколько лет назад решили посадить абрикосовый сад и не прогадали. В прошлом году собрали первого урожая и смогли его реализовать по хорошей цене, отметил руководитель предприятия Олег Кольчих. Отец работал пашней, потом мы с братом и папа подключились. И вот в 2018 году посадили абрикос, потом досадили виноградник, потом, как понравилось, еще молодой посадили. И вот надеемся, что все будет хорошо. Сад расположен на 6 гектаров. Часть посадки 2018 года. Часть посажена в прошлом году. По словам агрария, несмотря на все трудности, они надеются собрать хороший урожай и реализовать его с поля. Посадка сада стала возможной благодаря субсидиям со стороны государства, признается Олег Кольчих. Подали на субсидии. Государство нам спасибо помогло чуть-чуть. Мы там своими силами и надеемся, что в будущем государство нам тоже поможет и мы раскрутимся. Как отметил начальник агропромышленного комплекса Сергей Брешим, на урожай Косточковых повлияла не только засуха, но коррективы внесли и июньские дожди. Выпавшие осадки порадовали аграриев, отметил Сергей Брешим, но на фруктах отразилось не лучшим образом. Небольшая проблема в том, что когда много воды, фрукты начинают лопаться. От изобилия влаги они быстро набирают, быстро растут. И здесь есть проблема. На сегодняшний момент можно судить по отгрузкам. Сбыт есть. Информация эта, к сожалению, никто не делится, она конфиденциальная. Но мы видим, что есть фирмы с Европы, есть наши переработчики. Это архивид. Вот сегодня, к примеру, земли абрикос, они собирают по пять лет. Для посадки нового сада со стороны государства выдаются субсидии на капельное орошение, установку противоградовых сеток. Это, как отметил Сергей Брешим, даёт хороший стимул молодым людям заниматься сельским хозяйством и высаживать новые сады. Часть сегодня субсидируется. Сегодня есть такие моменты, что, к примеру, Министерство сельского хозяйства ставит одним из условий будущего субсидирования сада то, что надо сделать проект. И этот проект надо защитить. Если этот проект жизнеспособный, он в нашем регионе будет или в любом другом регионе, и они его будут авансировать. То есть не как фермер должен деньги сначала вложить и потом ему возвращаться. То есть здесь они готовы давать в аванс. Семья Кольчик планирует в дальнейшем расширить свои площади садов и посадить вишню, персики и другие фрукты. В зависимости от потребности рынка. Ещё многолетний виноградник ещё может досадить, если позволит, как площадь досадим. Виноградник, может ещё и сад посадим. Тоже абрикосы или что-то? Черешню, скорее всего, или может персик. Посмотрим. Рискнём посадить, посмотрим, что получится. Получится, как, ну, посмотрим по ситуации, как, что, это на будущее. Это не там, не на следующий год. Через пару лет, если всё как возобновится, всё будет нормально, как. Отметим, что сельхозпредприятие под руководством Олега Кольчака также выращивает зерновые виноград технических и столовых сортов. В целом, по ГГУЗИ многолетними культурами с садами занято 2379 гектаров. Виноградники занимают площадь 5 235 гектара. Зинаида Канцер, Вячеслав КСА, ГРТ Новости. Экспорт Молдовы продолжает снижаться. И в апреле в годовом выражении он составил 3,8 миллиарда долларов, что на 460 миллионов долларов меньше по сравнению с максимумом 2022 года, пишет экономический эксперт Вячеслав Юнице. Основным фактором снижения экспорта является снижение экспорта нефтепродуктов – традиционного молдавского продукта. В первом квартале 2023 года годовой экспорт нефтепродуктов достигал 680 миллионов долларов США, а сейчас снизился до 307 миллионов долларов США. Фактически, война в Украине обеспечила Молдове дополнительный экспорт в размере до 970 миллионов долларов США в год. В основном за счет экспорта нефтепродуктов, а также других товаров, импортированных из разных стран и затем экспортированных в Украину или импортированных из Украины и экспортируемых в нее и другие страны. Сейчас Украина решает свои проблемы импорта-экспорта другими способами, а Молдова постепенно выводится из уравнения, пишет эксперт. После завершения переписи населения Жилищного фонда 2024 года в нескольких населенных пунктах будет проведена постпереписная анкета. Она включает под множество вопросов из анкет, использованных в переписи. В ходе этого мероприятия будет измерена, в частности, степень охвата населения постоянным местожительства, а также точность некоторых данных, собранных в ходе переписи, сообщает радиокишинео.мд. Нацбюро статистики считалось о ходе переписи населения. Начальник Главного управления статистических методов и инноваций НБС Лилиан Галлер заявил, что перепись населения Жилищного фонда 2024 года завершится 7 июля, а постобследование запланировано на период с 15 июля по 4 августа. Места не разглашаются, чтобы обеспечить независимость между двумя процедурами. Речь идет о репрезентативной выборке – пропорциональной числу секторов переписи. Участок переписи включает около 200 домов. Это будет точно так же, как и базовая перепись. Переписчик будет ходить от дома к дому в выбранном секторе. Так, на вверенной территории переписчик обязан выявить все дома и провести их повторный осмотр. Разве что анкета будет короче базовой анкеты. Есть только те переменные, которые позволяют нам точно идентифицировать человека из запроса после проверки с базовой переписью и в то же время позволяют нам сделать вывод о статусе проживания человека, объясняет Лилиан Галлер. Он отметил, что основная цель постпереписной анкеты – выявить степень охвата переписи. Что касается проверки качества собранной информации, то она сводится всего к нескольким переменам. Мы сопоставляем данные каждого человека, принявшего участие в постпереписной анкете с данными переписи населения. Если в постпереписной анкете фигурируют люди, которые не были проверены в ходе переписи, на их основе рассчитывается степень неполного охвата. Также по некоторым показателям рассчитывается, насколько ответы совпадают и насколько мы можем полагаться на данные, собранные в ходе переписи, добавил начальник главного управления статистических методов и инноваций. Напоминаем, что перепис населения и жилищного фонда 2024 года проводится с 8 апреля по 7 июля. Новый сборник сказок о животных был презентован в Доме культуры муниципе Камрад. Сказки сопровождаются яркими иллюстрациями, авторами которых стали талантливые дети Гагаузии. Тему продолжит наш корреспондент. Сборник гагаузских сказок о животных был подготовлен доктором филологических наук Виталием Сырфом. Реализован совместно с главным управлением культуры Гагаузии. Активное участие в процессе иллюстрирования приняли художественные школы Гагаузии. Здесь дети всей Гагаузии участвуют. Это Чадарлунга, Вулканес, Камрад. Я очень рад, что где-то 60 наших детей отметились. И уже некоторые дети наши имеют не только одну книгу. Кто-то имеет уже четыре книги. Это здорово, это очень хорошо, когда наши дети имеют возможность получать вот такой подарок, как книга. Проекты, они все разные, все интересные. Хочется, чтобы вот эти книги издавались яркие, чтобы они остались в памяти нашей и пользовались спросом в библиотеках, потому что это наш фольклор, наши традиции. Начальник главного управления культуры Гагаузии Марина Семенова поблагодарила всех участников данного проекта, пожелав каждому из них вдохновения в творческом пути. Дорогие ребята, в этом году наша автономия отмечает 30-летний юбилей. Я очень хочу, и я считаю, что это будет уместным, чтобы данный сборник, данная книга была красивым подарком нашей автономии. От вас, от творческих, талантливых детей. Спасибо вам большое. Директор художественной школы имени Ерибакана, муниципия Чедерлунга Наталья Ворникова, отметила, что такие проекты являются стимулом для детей в процессе творчества. Подобного рода проекты уже третий раз проводятся, и это очень стимулирует наших ребят читать гагаузскую литературу, проникаться духом нашим национальным, а также знакомиться с героями, сюжетами сказок. Наша иллюстрация украсит эту замечательную книжку. Мы успели уже просмотреть действительно очень яркие, красивые, сочные иллюстрации. Я уверена, что такая книжечка украсит библиотеку любого ребенка нашей Гагаузии. Сборник гагаузских сказок о животных был ездан за счет средств фонда спасения гагаузского языка. Алена Терзя, Александр Глеков, Мария Казаку, ГРТ Новости. Тяжелоатлет Александру Балджи впервые стал чемпионом Европы среди юниоров. Воспитанник спортивной школы города Камрата завоевал три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Греции в весовой категории до 67 килограмм, передает Молпресс. В рывке Александру Балджи зарегистрировал результат в 124 килограмма, а в толчке 151 килограмм и с общим результатом 275 килограмм, также оказался на первом месте в общем зачете. На предыдущем чемпионате Европы по тяжелой атлетике У15 и У17, которые впервые принимала наша страна, Александру Балджи стал вице-чемпионом Европы. А на прошлогоднем чемпионате мира в этой же возрастной группе он завоевал бронзовую медаль. Национальная сборная по тяжелой атлетике уже завоевала 17 наград на чемпионатах Европы по тяжелой атлетике среди юниоров до 15 и до 17 лет в Греции. В субботу в Аргееве завершился чемпионат Молдовы среди боксеров-юниоров 13-14 лет, в котором приняло участие 144 боксеры из 16 городов. Победители получили возможность принять участие в августе в чемпионате Европы в Боснии и Герцеговине. Тренер детской спортивной школы города Камрад Валерий Сырбу выразил эмоции от выступлений спортсменов на чемпионате. Он отметил, что команда показала высокий уровень подготовки, что позволило достичь значительных результатов. Валерий Сырбу подчеркнул, что основной работой в следующем сезоне будет улучшение технических аспектов и стратегии боксеров. Гагузи представляли два города и одно село – это Чадарлунга, Баурчи и Камрад. У нас было семь боксеров в разных весовых категориях, и вот ребята достигли таких результатов. Две бронзы, одна золотая медаль. Молодые боксеры, взявшие участие в чемпионате, поделились своими впечатлениями от соревнований. Они выразили радость от достигнутых результатов и благодарность тренерам за поддержку. Спортсмены рассказали о своих планах на будущее и призвали всех юных спортсменов не переставать мечтать и усердно трудиться. Я считаю, моя команда выступала хорошо, мне понравилось. Это было мое первое соревнование, и я очень рад третьему месту. Для меня соревнования прошли хорошо. Я провел два боя, один из Хэнчешт, а другой из Бендер. Соперники были не очень легкие, они тоже много старались, чтобы победить. Соревнования довольно прошли хорошо. Наша команда, я считаю, выступила отлично. Первый бой у меня был с бельцами, второй бой с резиной. Чемпионат Молдовы среди боксеров-юниоров подтвердил, что молодежный спорт в стране находится на высоком уровне. Ребята продемонстрировали не только физическую подготовку, но и настоящий спортивный дух. В завершении нашего выпуска о погоде в автономии. По данным Гидрометеорологической службы страны в Гагауте ожидается ясная погода. Ветер 3,6 метров в секунду. Температура воздуха в Камрате днем составит 32 градуса, ночью 20 градусов тепла. В Чедерлунге днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью 19 градусов. В Вулкаништах днем 32 градуса тепла, ночью 20 градусов. А на этом мы с вами прощаемся. Смотрите и читайте нас на сайте grt.md. Следите за нами в Facebook, Telegram и на YouTube каналах. Делитесь с нами интересной информацией. Фото и видео вы можете отправить нам по электронной почте. grt.efir.mail.ru Мы желаем вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Великoy вся food�ит вương Eternal. Игорь Негода. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...